Пока я не сдам первый пакет с мусором, я платить ничего не собираюсь. Мусор никто не вывозил, зато плату за якобы оказанную услугу селян требуют. Но местные жители мусоровоза за полгода и в глаза не видели. Подтверждение теперь показывают пакеты с отходами, что за все это время скопились в огородах. Такими темпами они грозят перерасти в мусорный полигон. Мы собрали этот мусор, и мусоровоз до сих пор еще не приехал. Ничего мы никуда не смогли вынести, и он стоит во дворе. Жители улицы Ленина в Селедонском пришедшие за июль счета ошарашили. Цифры в платежках вызвали всеобщее возмущение. У нас 5 человек прописано, 500 рублей. 500 рублей это за июль месяц. Сейчас они нам еще за август принесут, это уже будет тысяча. Но дело в том, что дело не делается, а денежки надо платить. Мы ни одного пакета мусорного не вынесли никуда. Никто у нас ничего не забирал. Как я буду платить, если я сама этот мусор уничтожаю и вывожу? Ну как я буду платить? Все люди возмущаются. Законопослушные жители села Донского вовсе и не против платить за вывоз мусора. Даже несмотря на высокий тариф 100 рублей с человека. Ведь пакеты с отходами собираются, а вот только вывозить их некому. Фактически мусоровоз по селу все-таки ездит. Два раза в неделю вывозит отходы, как и положено. Региональный оператор, компания Эко-Сити, должен обслуживать каждого жителя. Весь вопрос в точке сбора. Техника проезжает вдоль федеральной трассы, а к домам людей приближаться не хочет. Якобы из-за плохой дороги. Фактически ни единого мусоровоза не прошло. И улица Ленина, вот это считается, она никакого отношения к федеральной трассе, вот этой Ставрополь-Ростов, не имеет отношения. Не имеет. Понимаете? А теперь, если даже нам судиться с этой Эко-Сити, они в суде скажут это самое. Вот, пожалуйста, у нас есть маршрут движения. Мы вот обслужили эту улицу Ленину, а фактически они проезжали просто мимо. По логике рекоператора, получается все правильно. Улицу они проехали, пакетов с мусором не увидели. Но у селян встречный вопрос. Куда они должны выносить отходы? На улице нет ни одного контейнера. Выходит, что мусорные мешки следует оставлять прямо на трассе. Я куда должен вынести мусор? Бачка нет ни одного по хутору. Дороги нет. Федеральную трассу. Давайте, мы согласны, люди все сейчас соберут мусор в контейнерах своих, что там есть, в пакетах. Вынесем на федеральную трассу. Что потом получится? Приедет администрация наштрафовать? Правильно? Дорожники приедут наштрафовать? Но везде будем виноваты мы, а не нет. Получился замкнутый круг. С другой стороны, селяне понимают. Если мусоровоз и заедет к их домам, то зимой может просто застрять. У нас нет дороги. Ее нужно сделать. Нужно насыпать гравийку. Ну, короче, сделать дорогу нужно, по которой, чтобы проезжал мусоровоз. Все претензии жители озвучили главе Донского Василию Аришину. Он пообещал, что проблема с вывозом мусора решится в скором времени. Мы хотим вам сделать здесь две контейнеры площадки. По правую сторону и по левую сторону. Вы выезжали, контейнерную площадку бросили. Мусор, который у вас есть, в Эко-Сити представители приехали, погрузили и увезли. Я приглашу представителей Эко-Сити, кто у нас в изобильном, отвечает за наш район. И мы совместно примем решение по вашей улице. Кажется, что именно такого ответа люди и ждали от главы. Ведь жителям всего-то и нужно было, чтобы кто-то внятно разъяснил и уточнил детали реформы. И тогда недопонимания можно было избежать. Джамиля Ибрагимова, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.